Всем доброе утро, девочки мои! О, звуки какие! С утра пораньше. Хороший день сегодня. Ну, сегодня ещё один день у нас жаркий. Сегодня 1 сентября. Настюша в первый класс собирается. Птички поют. Хочу выйти, пройтись. Вышла я, девочки, на улицу. Утро ещё раннее, начало 9-го. Смотрю, бабушка катит тележку с цветочками. Хочу пойти посмотреть. Узнать, почём сегодня цветочки. Вышла пораньше пройтись. Посмотреть на нарядных детишек. Все нарядные сегодня должны быть. Так. Я думала, тут бабушек уже целая куча сидит. А их нету. Ну что, девочки мои. Купила я букетик цветочков. Так что я иду не с пустыми руками. Всё-таки с утра бабушка пошла, сорвала у себя в частном дворе цветочки, букетики сделала. И это по-любому подешевле, чем в ларьках. Вот цветочки уже прошла, там уже полно народу. Ну и, конечно, как всегда, как на 8 марта, так и на 1 сентября, понятное дело, что многие люди покупают цветы. И они и так мне дешёвые. Ещё и залупляют высокую цену. Вот. Ну, в общем, короче говоря, сейчас иду. Пройдусь туда пешочком сейчас по воздуху. И заодно посмотрю. Ну, вообще-то ещё рановато, хотя посмотрим, может быть, увидим детишек, уже приодетых, нарядных, 1 сентября. Первый раз, первый класс. У меня такое что-то приподнятое настроение, как будто бы я иду в школу первый раз. Как будто я в первый класс иду. Я смотрю, детки уже. Вон там с шариками стоят уже детки. Ну, ещё рано. Ещё рано. Я так думаю, что, скорее всего, это будет в 9 часов, в 9 часов начнётся линейка. Мне интересно, сейчас новые правила появились. Вообще-то, вроде бы, я так поняла, что там кроме родителей больше никто. Лишние не должны быть люди. Ну, как бы, чтобы много людей не было. Ну, я думаю, что кроме родителей кто? Ну, не все же бабушки прям пойдут. Смотрите, у нас тут какая зелень. Так, пойти через двор, что ли? Пойду через двор там потише. Вот. Время ещё есть. Я решила пройтись, прогуляться. Время сейчас 25 минут 9-го. На улице уже жара, духота. С утра пораньше. Хотя уже холодный циклон идёт, к нам движется. Вчера уже по новостям смотрела, что в Питере плюс 10. Это ж уже вообще прохладненько. Ну, у нас вчера 35, сегодня 34. В общем, короче говоря, жарко. Жарко, душно, как вчера. И всё. Так что, вот такие дела. Вот здесь вот вроде бы потише. Там всё-таки дорога. Машины шумят. Ой, когда дует ветерочек, так хорошо, прямо свежо. Сейчас вот ещё чуть-чуть. Вы смотрите, какие красивые цветочки растений. Классные, да? Сейчас ещё чуть-чуть и начнётся духота прям страшная. Вчера уже с утра вот вроде как сквознячок. Хочется уже под сплетом целый день сидеть. Надоело. И всё равно уже в 10 утра 30 градусов и ветер тёплый дует. Приходится всё закрывать и обратно включать этот сплит-систему. Вообще, это лето жаркое было. У нас в Ростове было жаркое и очень мало дождей. Их очень-очень мало было. В общем, засуха, жара-духота. Целый день от жары ты прячешься. Я уже жду, когда у нас начнётся золотая осень. Ну, вот у нас скоро должно вот на днях быть 24-26 градусов днём, ночью 11-12. В общем, должно быть уже немножко попрохладнее и это будет уже, я думаю, покомфортнее. Я из-за этой жары духоты и сплю даже плохо. Но под сплитом мне спать не хочется. Заборчик тут огородили, не было его. Зачем они его сделали, непонятно. Тут жело находится, заборчик обходить надо будет. Вот. И всё. Ну, вот этот циклон прохладный вот с Питера и он потихонечку движется к нам. И, в общем-то, завтра у нас уже должно быть 29, послезавтра уже 26. Ну, в общем, потом 24-25. Ну, 24-25 комфортная температура, хорошая. Посмотрим. Я смотрю, вообще это не только в Ростове, но у нас само собой, ну и вообще во многих других регионах тоже жарко, пишут. А у кого-то прям холодно. Вот либо жарко, либо холодно. Как-то вот среднего не дано. Птички поют, тишина такая. Как тут хорошо. Вообще классно. Ну, а мы приближаемся уже к школе. Сейчас интересно. Я вижу, там уже люди собрались. Есть люди. Ну, я тоже. Я люблю всегда пораньше приходить, не люблю спешить, опаздывать, искать. Люблю пораньше прийти и никуда не спешить и никуда не опаздывать. Ой, хорошо. подходим к школе. Я смотрю, детишки такие нарядные, девочки с бантиками, с юбочками. Классно. О, я увидела своих. Вон, идут через дорогу. И сын идёт. Наташа и Настя. Настя с белыми бантиками. Вот мы одновременно как раз подошли. Привет, привет. Первый раз, первый класс. Поздравляю, Настюша, тебя. Настя с дачки. Здорово. Сфотаю. Давай. Вот. Какая красивая фотография. Надо ещё во весь рост. Так. Ну всё, мы пришли. Тут уже все беленькие такие, нарядненькие, с бантиками, с цветочками. Ещё, походу, не все люди собрались. Ну, в общем-то, вот такой вот паздничек, да. Настюля, ты рада, чтобы в школу пошла? Да. Да? Учись хорошо. Решили пофоткать Настюшку. Тут вот плакат вести с Днём знаний. Пусть много знаний новых ждёт. Успешный будет школьный год. Красавчики. Народа уже скопилось много. Но учителя ещё не вышли. И там он тут, туча народу. И там он туча народу. В общем, ждём, пока выйдет учительница, пока всех соберут. Так, детишки наши построились. Я так поняла, что мы сейчас на стадион. Пойдём. Должна быть торжественная линейка не во дворе, а на стадионе. Так, я поняла. Наверное, ещё не все собрались. Строимся пока что. Малышня первоклашки. Маленькие, нарядненькие такие. Девочки с бантиками все. Белые у неё гольфики. Белый верх, чёрный низ. Классика. Вот такие. Формы специальной пока что не вижу. Хотя я вижу, одна девочка идёт вот в форме и в фартуке в белом. Ну, наверное, произвольная одежда. Ну, в смысле белая с чёрным. Так, ну что, двигаемся, что ли? Ну-ка, девчушки, мальчушки, девчушки. Всё, пошли. двинулись. О, Настюля уже за руку мальчик какого-то держит. Настя! Народу много. Подтянулось. Родители все, бабушки даже. в общем, куча народу. Идём на стадион сейчас. Красавчики. Всё, идём на стадион. Так, если там будет музыка, может быть, какая-то другая играть, то звук придётся убивать. Ну, я думаю, что здесь будет нормальная музыка. сейчас в тему должна быть. Вот такой вот стадиончик тут. Хорошенький. Плиточка тут. Всё аккуратненько, чистенько. Так. Вот они, наши идут. Посмотрим, что тут сейчас. Что тут будет интересно. Так, тут малышня. Там, я смотрю, старшеклассники стоят с той стороны. Играет музыка. Детишки наши. Там старшек. Строимся в линеечку. Так. Настюля, выдастся. Настюля, выдастся. Нет, так. Потому что мы снова собрались в нашей школе на самый первый праздник, с которого по традиции начинается новый учебный год. Ну, чё, праздник, ё-моё. Не проснулись ещё. желание наше поприки. И так, шагом качаются бутылки, которые несут ученики. Начнутся трудовые будни завтра. Сегодня у нас на коммерческой линейке присутствуют. Первый А класс с классным руководителем Чербаковой Натальей Николаевной. Давайте приветствуем, ребят. Первый Б класс с классным руководителем Алтухова и Виктории Анатольевны. Первый Б класс с классным руководителем Супченко Оксаной Николаевной. Первый Б класс с классным руководителем Семилетра Любови Анатольевны. Я вижу флаг России, будут нести сейчас. И тут я вижу флаг, что... 11-го Б класса и 2-го класса и 9-го А класса. На нашей линейке присутствуют помощники депутатов городской думы и Виктория Петровна. Под выдаст флага Российской Федерации стоять с миром. Они не распеялись. Наши свободы Праздник народа Союз и Голоса Дорогие родители, сейчас просто поздравление первоклассников. Праздник и надеюсь на плодотворное и длительное сотрудничество. Дорогие коллеги, поздравляю вас с началом нового учебного года. Звоните, пишите, рассказывайте, как у вас. Да мы тебе скоро расскажем. Сейчас узнаем. Ну все, девочки, я решила уже пойти обратно домой. Мама, папа остались. Сейчас закончится линейка. Ну там сейчас поздравляют в общем-то первоклассник, там старшеклассники и первоклассники. Других классов сейчас нету, у них видимо отдельная линейка будет. Вот. Ну и потом расскажут там уже такие вещи там книжки, тетрадки, где там они выдадут или что там. В общем, это уже такая рутина осталась. И я это уже не буду снимать, это мне уже неинтересно. Это все уже родители пускай там решают. Я хотела просто посмотреть, поздравить внучку с вступлением в первый класс. и хотела посмотреть, как эта линейка проходит, как вот говорили, что флаг поднимают теперь, ну как начало каждую неделю вроде бы, как я так слышала по новостям, что сейчас уже каждую неделю в школах должны поднимать флаг, в начале недели гейминг включать, в общем прививать патриотизм деткам нашим. Вот среди родителей я смотрю много бабушек и я так понимаю, что текст гимна России мало кто знает, но по крайней мере пока я в школе училась, мы помним учили гимн Советского Союза и наше поколение вот этот гимн помнит о гимн России и вот слова я ну как бы не учили в школе. поэтому скромно родители стояли детки пели вот ну а так все хорошо душно правда я пока стояла там на солнышке я прям чувствую что начинаю таять хорошо что я взяла водичку с собой в такую жару надо только с водичкой выходить из дома вот ну в общем-то что вам сказать у Насте начался новый этап жизни все детский сад закончился к школе она готовилась училась читать писать в общем-то подготовлена к школе ну будет уже теперь уроки делать я буду может быть там еще из школы ее забирать я не знаю там как у них сейчас я думаю что родители узнают уже какой у них там будет график что к чему всякие подробности и потом если нужно будет бабушку подключить я подключусь потому что родителям надо работать а у первоклассик они же учатся я помню у нас было по-моему только 4 урока в первом классе по-моему русский математика чтение и что-нибудь такое физкультура там или труды или что-нибудь дополнительное я помню что у нас было 4 только урока вот поэтому со школы забирать первое время забирать со школы и уроки может быть там какие-то поделать в общем все узнаем все это потихонечку будет все впереди вот сейчас я уже домой иду и иду по тенечку потому что солнце прямо уже мне жарко-жарко жарко-жарко мне все сейчас приду надо будет сразу включаться предсистему и все в общем девочки я не знаю я не буду наверное это видео сейчас дальше как бы продолжать потому что в принципе я включилась сегодня именно из-за первого сентября вот ну что я хотела увидеть я увидела поздравить хотела Настю посмотреть как у них там линеечка торжественная линейка перед учебой все что я хотела посмотреть я посмотрела увидела сняла видео будет коротеньким и назову я его это видео первый раз первый класс вот так ну а сейчас я с вами попрощаюсь на этом видео хочу закончить мы с вами проводили первый класс нашу мою внучку и нашего маленького блогера вот все на этом я с вами прощаюсь девочки кому видео понравилось ставьте лайк как всегда пишите комментарии и до новых встреч всех люблю целую всем пока субтитры